Зимовый экстрим сегодня у Гомеля начались трехдневные республиканские споборничества по шматборье выротовальников, пошуково-выротовальные работы. Проверить свои силы съехалися 10 команд из всей Беларуси. У всего около 70 человек. Об нечеканных заданиях и первых складаностях борьбы сюжет Марины Джалой. У всего за два дня уделникам треба пройти целых 100 этапов, справиться с незвычайными ситуациями, умовно выротовать человечество, вырошить складанные задачи, отпрацовать до автоматизма тысячи элементов. На протяжении двоих суток они будут выполнять поставленные задачи в течение 30-40 километров без сна и отдыха. Различные задачи, которые будут ставиться перед ними, это, конечно, закаливает их принимать правильные решения в экстремальных ситуациях и правильное принятие решения при ЧАЭСах. Конечно, спасатели после каждого этапа откладывают для себя какие-то умения, навыки, чем формируется наш настоящий спасатель. Все это для того, чтобы при выполнении реальных доручений не разгубиться и не потратить на роздум ни одного лишнего имгнения. Причем команды не ведут, какие минавиды перешкоды им нужно будет переодолеть, або даже каждое задание будет выполняться с риском для жизни. Первый этап самый массовый. Усе семь команд одночасовые выходят на старт. Задание – наладить переправу прозраку. Оно складается из некоторых элементов, а по часу займает около полутора годин. Натирать за споборницами выротовальников не только циковали и хвалююча. На приклад колена тут же, в маестрованных носилках умовно потерпелого переправляют с одного берега на другим. Мы на занятиях каждую смену отрабатываем. Сейчас будем притворять жизнь. Я думаю, этапы будут наиболее приближенными к реальным условиям, так как ожидается, здесь будем спасать людей. На некоторых этапах, может быть, в роли пострадавших будут выступать настоящие люди. То есть это уже более приближено к реальным условиям. В споборницах у першиню удельничает одна громадянская команда. Это представники туристичного клуба «Вандроник» с Бобруйска. Поспробовать свои силы наравне с профессийными выротовальниками – каштонный опыт. Причем команда уже не разу удельничала у подобных зимовых чемпионатах. Подготовка физическая к этим соревнованиям – это, наверное, половина успеха. Вторая половина успеха – это моральная составляющая. То есть, что у нас здесь и что у нас здесь. Потому что эти соревнования – это как прививка, вакцина от какой-то болезни. Мы, допустим, делаем прививку от гриппа, загоняем слабые бактерии, чтобы выработать иммунитет. То же самое эти соревнования. Мы загоняемся в эти условия, чтобы у нас выработался иммунитет. И нам, может, даже по жизни было проще потом. Такие чемпионаты в зиму вырешили провести у першиню. Для этого – несколько причин. Одна из них – сумная республиканская статистика по трагедиях на воде. Мы уже сдымали несколько сюжетов на эту тему. Чемпионат – лишний доказ того, что несчастное сдарение на водоемах у этого пару года – болевая кропка и для выротовальников. Поэтому основная задача с поборницей – еще раз проверить не только индивидуальный, но и командный уровень подрыхтовки. Марина Джала, Валерий Хапанько, Телерадо, компания «Гомель».